ФИФА 14 карьера за Питерский Зенит 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 Это не прям топ-сборная, но мне нравится, там довольно много хороших игроков. Вот, ладно, давайте начинать. Мы играем против Аргентины. И понеслась. Ховельсон с мячом. Пасует на Роха. Снова Ховельсон. Рох на фланге. Ховельсон. Нет помощи впереди, он играет на Кейта. Лодщетт с мячом пробил, но удар заблокировали. Ковани. Играет в центр. Мяч уже на правом фланге. Будет подача, скорее всего. Пока что этого не происходит. И всего лишь аут. Аут быстро разыгрывается. И остается у аргентинцев. Хороший заброс вперед, но скорости Роджесу не хватит. И мяч снова у аргентинцев. Да, конечно, заметно, что сборная Аргентины куда сильнее нашей. Ну что, надо пробовать. Вот здесь Барбарос на фланге. Надо догонять мяч. Нет, скорости не хватит слишком сильно. Катился мяч. Муслера будет выбивать мяч от ворот. Десятая минута встречи. Счет пока 0-0. Такой хороший матч, который, в принципе, ничего не решает. Можно играть в свое удовольствие. Кавани здесь пытался всех обыграть на фланге. А здесь разве не было офсайда? Офсайда нет. То ли подача, то ли удар. Но мяч достается нам и будет удар от ворот. Мосс разыгрывает с Хлотчхедом на левом фланге. Хлотчхед. Роджас. Играет в центр на Хувельсона. Ну а тот делает неточный пас. У нас в команде, как я понимаю, два Хувельсона сейчас. Рейд с мячом. Потеря мяча. Снова Кавани. Ух, у него как жестко вроде бы отбирали мяч. Вуд с мячом. Поборолся, выиграл мяч. Ну а здесь уже потеря. Потеря и отыгрывают. Смотрите, какая может быть ошибка. Почему-то Муслера сразу не принял этот мяч. А вот здесь опять, опять чуть-чуть не хватило. И, знаете, этот мяч мне напомнил эпизод, когда играл в сборной Англии, когда защитник откатывал вратарю. И там, правда, кочка. Мячик немножко подскочил и пролетел под ногой вратаря. И залетел в ворота. Курьезный был гол. Вот сейчас было что-то похожее. А здесь будет удар от ворот. Очередной удар от ворот. Рейд с мячом. Дюранте. Рох. Барбарос. Не получается. Не получается пройти. Здесь Кавани у него. Отбирают мяч. Не выйти нам никак со своей половины поля. Не дают аргентинцы. Барбарос. Эх, вон тут... Хорошо бы могло получиться. Ну вот. Барбарос с мячом. Удар в голову попадает наш футболист. Футболисту Аргентины. Рох. Против него Кавани. Хороший такой пас, проникающий в штрафную, но не получилось. А аргентинцы снова с мячом. Здесь немножко попрессинговали. И перехват почти получился. Снова Кавани с мячом. Кавани пасует в центр. Барбарос забрасывает на правый фланг. Тут Вуд. Вуд борется. Можно подать. Подача есть на дальнюю штангу, но будет аут. Не дотягиваться там. не наш партнер, не соперник до этого мяча. Сильный такой удар вперед на Кавани. Кавани скидывает. И аргентинцы по правому флангу пытаются что-то сделать. Зарабатывают аут. У нас 37-я минута встречи. Счет по-прежнему 0-0. Кавани принимает мяч. Кавани бьет. И смотрите, это вот первый опасный момент в этом матче. Здесь получился рикошет. Мяч отскочил Кавани. Тут с левой ноги шлепнул в ближний угол. Но мяч пролетел с внешней стороны ворот. И наша атака попробует начаться. Рох с мячом. Барбарос. Снова на Роха. Эх, не получилось обойти. Здесь нужно быть аккуратней. Пас вперед. И наш аут. Наш. А вот здесь вот потеряли мяч. Но также быстро его отыграли. Казалось бы, вчетвером выходили, но не получились. Пасы у аргентинцев более точные. Более выверенные, что ли. А здесь будет угловой удар под конец первого тайма, друзья. Аргентина подает угловой. удары, рикошеты. Это что, пенальти? Мяч попадает в руку до Кавани у мяча против Моза. Ну, угол вратарь угадал, но, конечно, с такой силой удар под перекладину просто не берешься. И на 45-й минуте Аргентина Кавани выводит сборную Аргентины вперед. Еще раз посмотрим. хоть угол мы и угадали, но взять такой мяч это очень-очень трудно и практически нереально. Но ничего, еще не все потеряно. Еще второй тайм впереди. Ховельсон на Лодчхеда. Лодчхед играет с Вудом. Вуд проталкивает мяч. Не получилось подать. И все, друзья, перерыв. Первый тайм закончен. Счет 1-0 в пользу сборной Аргентины. Ну, в принципе, довольно интересный матч такой. Главное, он корректный по отношению двух команд. Нет каких-то грубых фолов. Пока никого не будем менять. Хотя вот да, у нас такая статистика у команды, что, друзья, тут кого хочешь меняй без толку. Ладно, давайте начинать второй тайм. Теперь уже сборная Аргентины разводит мяч. с центра поля и уже ринулись, ринулись вперед. И тут же потеря мяча. Вуд. А здесь офсайт, офсайт. Судья запоздал со свистком. Конечно, явный был офсайт. Немножко я запоздал с передачей, можно было отдать пораньше. Снова Аргентина с мячом. Аргентина по центру идет. Вот теперь перевод на левый фланг. Снова смещение в центр. Не получилось отнять. Гонсалес. Рох. Вуд. А здесь штрафной удар вдвоем. Завалили. Ну вот Роджас подбирает мяч, Лоджет навешивает. И снова мяч у сборной Аргентины Кавани. Перевод налево. Гонсалес. Гонсалес отыгрывает защитнику назад. Не получается пока за мяч зацепиться. Будет аут в пользу Аргентины. Счет по-прежнему 1-0. Замена у сборной Аргентины на 59-й минуте встречи. Кавани собрал вокруг себя четверых. Рейд перехватывает мяч. Роджас пытался обыграть подачу. Но здесь побороться нет. Не получается. Не получается. Эх. Ну вот первый такой полумомент так скажем был у нашего футболиста. А здесь Кавани сыграл рукой и можно было и желтую карточку дать, но нет. Судья не спешит с желтыми карточками. Но все-таки товарищеский матч. Что уж тут. Ох. Грубая игра в корпус. Рейд пытался за этот мяч побороться. Не получается. Пас на вперед по левому флангу. Рох. Барбарос. И снова. Снова. Роджас. Пас вперед. Нет. Аргентина снова забирает мяч под свой контроль и ничего не дает нам сделать. Рейд. Нет. Его корпусом вытесняют, но он продолжает бороться. Пас в центр. Ховельсон. Хороший пас. Надо забивать. Удар. Это вот стопроцентный момент, но вратарь парирует. Здесь какой пас в разрез. Удар поворотом с левой ноги. И голкипер спасает. Подача. И снова Муслера забирает мяч в руки. 74 минута встречи. Счет 1-0 по-прежнему. Ховельсон. Сзади по ногам нужно давать желтую карточку. Нет. Судья не дает горчичник. Лодчхет на фланге. Подача есть, но нет. С такой подачей наверное даже детсадовский ребенок справится. Снова Муслера сильно выносит мяч. Вуд. Аргентина с мячом на правом фланге. Последняя 10 минутка друзья. Последняя 10 минутка и вот эх что-то травма там у нашего футболиста вынужденная замена. рейд получает травму. Давайте Пейна и вместо Вуда давайте выпустим не знаю Брукки. Так, продолжаем матч. У нас двойная замена будет. свободный удар пас в центр Барбарос с мячом удар рикошет и угловой Роджас подача нет не прошло Ковани сильно выносит мяч. Хоэльсон не получился пас на дальнюю штангу А вот это может быть опасно. Ковани с мячом удар поворотом Лочхет выбивает мяч и бежать бежать свежевышедшей Брукки. Рох удар и через себя футболист Аргентина выносит этот мяч. Снова Аргентина с мячом Ковани последние минуты друзья последние минуты встречи Муслера выносит мяч подальше от собственных ворот. И все друзья не получилось нас финальную атаку провести 1-0 мы так и проиграли после нелепого пенальти но под конец мы так собрались и в принципе последние 10 минут довольно активно атаковали надеюсь вам понравилось с вами был Локи друзья увидимся в следующих сериях пока пока